Венок Дружбы Единение и братство Делегации стран-участниц Международного форума Венка Дружбы Стали съезжаться в Бобруйск еще 26 июня А накануне в Ледовой арене состоялась традиционная пресс-конференция с их представителями Эта встреча предваряла старт фестиваля народного творчества Россия, Куба, Турция, Израиль, Азербайджан, Польша, Италия Это далеко не полный список участников, которые приехали в Бобруйск Презентовать многообразие самобытных культур на протяжении нескольких фестивальных дней Артисты будут как на сцене Ледовой арены, так и на площадках города Председатель Бобруйского исполкома Александр Студнев тепло поприветствовал гостей И отметил, этот форум играет большую роль в укреплении связей между государствами Уверен, что эти дни, которые вы проведете здесь вместе с нами Они принесут не только позитив для всех наших горожан Но тем не менее, и тем самым вы еще найдете здесь новых друзей Свяжете новые связи и тем самым еще укрепим нашу общую совместную дружбу Представители делегации пообщались с членами рукомитета фестиваля И ответили на вопросы журналистов Участники форума отмечали необыкновенное гостеприимство Бобруйска В наш город иностранцам хочется возвращаться снова и снова Кроме этого, гости поставили акцент на отличной организации венка дружбы Мы любим этот город Он нам стал родным, потому что жители города Ну, даже мне нужно сказать, гостеприимные Они родные, родные Я очень рад, что мы еще раз вернулись сюда И я думаю, что мы еще и еще раз будем сюда возвращаться В марте мы получили приглашение и очень только раздумали Как быть, что же вести? Потому что коллективом, честно скажу, на нашу любую честь земля Земля наша иностранецная и город конкретно апреля Вы все, конечно, понимаете, что такое апреля Это завод, грампластинок, родину Это наша история, певучий город Мы поговорим не как единый, не певарка, не хореография И вот такой синтез мы вам привезли сегодня на этот фестиваль В завершении встречи градоначальник вручил представителям стран дипломы участников фестиваля А еще памятные сувениры Отмечу, в эти праздничные дни в Бобруйск приехали более 600 гостей с разных континентов Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Гости из ближнего и дальнего зарубежья Танцы всех континентов и песни на более чем 10 языках мира Церемония открытия главного культурного праздника «Венок дружбы» состоялась вчера вечером В этом году форуму исполняется 15 лет И планировалось, что ровно столько страны примет участие в концертных программах Но по объективным причинам добраться до Синеокой удалось не всем С теми, кто все же вплел в «Венок-2019» свои таланты и сделал открытие ярким шоу Пообщалась Ангелина Дикун Лазерное шоу, тысячи зрителей и гимн «Венка дружбы» Юбилейный творческий форум объединил в себе лучшие традиции 15 лет его проведения Презентация участников фестиваля началась еще у сцены Там представители всех континентов водили хороводы На центральной площадке приветствовал гостей Александр Студнев Уверен, что праздник искусств станет незабываемым событием в жизни его участников и гостей Откроет путь на профессиональную сцену многим ярким молодым талантам Искренне желаю фестивалю, благотворной работы, его участникам творческой самоотдачи Грузия и Литва, Куба и Корея, Россия и Молдова В списке участников больше десятка стран На сцене творческие номера уже полюбившихся коллективов И неожиданные выступления новых друзей форума Рамиль Баро на «Венке» впервые, но заявляет о себе громко И на сцене, и за кулисами «Будет все пополам, жизнь пополам, любовь пополам» «Хочешь, я для тебя сердце свое отдам» Сара Гялин, национальный коллектив из Азербайджана, в этом году сорвал аплодисменты зрителей Зажигательный кавказский танец репетировали задолго до фестиваля Девушки признались, хотелось показать не только технику, но и особую манеру танца «Страны огней» Для лучшего творческого фестиваля «Синёкой» Этот фестиваль такого огромного формата, такого прекрасного формата Мы очень все довольны и очень рады, что мы сегодня и на открытии, и являемся участниками Несколько часов подряд артисты радовали бобручан и гостей своими яркими номерами Дарили эмоции и авансом поздравляли с днём рождения город и его жителей Процветание, и чтобы почаще мы собирали в этом городе столько национальностей И делали такие праздники, это очень приятно и очень интересно Последний раз я был здесь в 2000 году Здесь всё очень изменилось И желаю не останавливаться на пути развития и дальше расти Городу я бы хотела пожелать, чтобы жители себя тут чувствовали хорошо И тогда этот город будет протитать Улыбайтесь, любите друг друга и будьте счастливы, это самое главное Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск 360 28 июня Беларусь отметила День молодёжи Бобруйск, кстати, не остался в стороне Главную площадь города в едином порыве танца оккупировали люди разных возрастов Диджей Зифера ФМ организовали для жителей и гостей города дискотеку 90-х Руки вверх, Иванушки Интернешнл, Юра Шатунов и группа Тату На полтора часа Бобруйск вернулся в 90-е Сумасшедшая дискотека собрала сотни бобручан в самом центре города Люди разных возрастов не по-детски зажгли в этот вечер Всё супер! Я люблю Зифер! Отличный праздник, хорошее настроение, всё отлично Будем зажигать, будем танцевать, отдыхать Прекрасный вечер, пятницы, прекрасный праздник Конкурсы и призы, танцы и буря эмоций Непередаваемая энергетика зрителей, казалось, помогла раздвинуть тучи и заставить улыбаться солнце Но а за зажигательный ритм праздника отвечали диджей радио Зефир Видно, что люди немножко скованно себя чувствуют Но уже потихонечку начинают разминаться, двигаться вместе с нами Так что пока эмоции только положительные Винок дружбы, день города Концертные марафоны захватили Бобруйск на несколько дней Дискотека 90-х – это только начало Радовать выступлением горожан и гостей будут коллективы из 15 стран мира Лучшие артисты республики и местные исполнители и танцоры Не пропустите и окунитесь в атмосферу праздника Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360 Сегодня Бобруйск отмечает День города Культурная программа 632-го дня рождения Большая, насыщенная и интересная Так что не сидите дома и проведите этот день весело Ну а наш телеканал будет держать вас в курсе Следующий эфир смотрите в 13.00 С вами был Вадим Киреев, увидимся снова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!